Я тоже не понимаю, для чего мне надо вступать в отношения. Вам нравится, что я говорю, я вижу по глазам. Слушайте, я думаю, что можно мне вообще не отвечать, вы так сами все сделаете. Сейчас мы с вами закончим, все, я замуж выйду. Вот это будет прикол. Замуж за шесть сессий. Это как раз и есть процесс психотерапии. Это оно? Ой, это сейчас придется про себя рассказывать. Но это и есть проблема. Да! Я никогда не ходила ни к психологу, ни к психотерапевту. Хотя я с большим уважением и респектом отношусь ко всем людям, которые занимаются своей нервной системой, своей психикой, своим ментальным здоровьем. У меня, наверное, были периоды, когда, может быть, психотерапевт помог бы мне справиться с определенными сложностями. Но пока что я справлялась самостоятельно. Я умею чувствовать, у меня хорошая интуиция. Я даже не буду это скрывать. Я, правда, чувствую людей, чувствую всегда то, что я хочу или не хочу. Есть вещи, которые я никогда не позволю никому обсуждать и сама не позволю себе обсуждать в публичном поле. Или, не знаю, как Айзе или Луна Ай публиковать определенного рода фотографии. Но есть вещи, которые действительно для меня личные, но мне кажется, что это такие проблемы, которые могут быть не только у меня, но еще и у других людей. И тем самым, обсуждая их, мы помогаем людям справиться с их трудностями, с их переживаниями. Поэтому я готова искренне, с открытым сердцем и душой обсуждать то, что беспокоит меня. И я буду очень рада, если у кого-то есть похожий какой-то запрос. И благодаря этому выпуску решится не только моя проблема, но еще какое-то количество людей. Я немножко волнуюсь, честно сказать. Но мне кажется, что мы найдем общий язык. Язык. Здравствуйте. Юлия Коваль. Здравствуйте. Лина Дианова. Здравствуйте. Я вас знаю. Ну что, давайте я сначала расскажу, чем займемся. Вот, потом уже вас поспрашиваю. Я буду задавать вам вопросы про чувства, потому что метод, в котором я работаю, он основывается именно на чувствах. Каким бы умным, начитанным, психологизированным человек ни был, пока он чувствует то, что чувствует, он будет делать так, как он делает. Поэтому я могу вас где-то перебивать, могу вас останавливать, могу вам говорить, Юля, мне кажется, вы уходите вот с какого-то важного места. То есть могу вас возвращать в это место. Это часть моей работы. Ок. Но вы можете на все мои вопросы, нет, желательно не на все, не отвечать. Да, у вас есть право сказать нет. Отлично. У вас есть возможность отказаться от эксперимента. Даже если вы согласились, но вы чувствуете, что я не могу сделать эксперимент. Самое важное мне об этом сказать. Хорошо. И если вы чего-то не скажете, то я про это никогда не узнаю. Это правда. Поэтому, да, наша задача с вами – это вам давать обратную связь, ну, а мне быть внимательной к тому, что с вами происходит. Хорошо. Я вам обещаю быть максимально с вами откровенной, и с вами, и со зрителем. Сказать, что я вообще не волнуюсь, я совру. Я очень переживала с самого начала сессии и до сессии, что мы не сойдемся. А ввиду того, что, ну, как бы просто не совпадем, люди же разные, кто-то кому-то комфортно с кем-то, кому-то некомфортно. И я правда переживала, что у нас может не случиться вот этой связи, а без нее все это впустую будет. А как бы, например, если в жизни в обычной я могу выбрать, там сказать, так, все, этот мне не подходит, я поищу другого специалиста. То здесь у нас же еще не просто сессия, она еще и камеры, и люди, и в целом планы. Прямо вот здесь остановимся, потому что ваши переживания – это очень важно. И давайте сначала прям вот тут постоим. А можете их больше внутри себя почувствовать? Угу. Ух, тихо. Да. Ага, ага, вижу, сейчас смеетесь. Да. Про что? Ну, они сильнее почувствовались просто. А можете чуть больше рассказать, где они? Все мои переживания. Точнее, не переживания. Я на самом деле достаточно непереживательный человек. Есть такое интересное выражение? А все, что я чувствую, у меня здесь. И я очень, очень прислушиваюсь к тому, что я чувствую. Раньше такого не было, сейчас да. Вот тоже хочу как-то это представить, то, что у вас здесь происходит. А попробуйте, не знаю, описать, вот что это за ощущение, вот как что, что напоминает. Ну, это такое какое-то здесь как шар. Причем, допустим, все плохие. Ну, вот со мной однажды случилась очень болезненная ситуация. И я тогда узнала, что такое вот... Тут как будто бы дыра была. Мне было ужасно. Я помню, что я подошла к зеркалу, и я вся такая вот красненькая, а вот тут вот так вот белая у меня вокруг. И вот здесь такое было ощущение, что кто-то вот так вот взял просто и вот руку засунул и вытащил оттуда вот все, что у меня здесь было. Сейчас эта дыра заросла, там цветут цветы, это круглый красивый шар, там поют птички. От нее... Здесь, у меня здесь тепло, у меня здесь светло, и... Ну, вот, наверное, как-то так. Такой смелый вопрос задам. Как вам кажется сейчас, когда вы все это описываете, вы приближались к своему переживанию или отдалялись? Да, оно и сейчас уже снижается. Мы с вами в диалоге, я обожаю болтать, мне дай только дай. Поэтому нормально все. Ну, тогда я готова услышать, с чем вы пришли. С чем я пришла. Есть две штуки, которые я не могу, скажем так, решить сама с собой. Потому что многие вещи, которые там, не знаю, депрессии, какие-то агрессии, еще что-то в жизни, там, может быть, какое-то уныние, это все бывает у всех людей. Я в целом справляюсь, но есть две вещи, где мне точно нужен специалист. У меня есть фобия, я боюсь очень сильно змей, и, как мне сказали, что в этой фобии зашит какой-то мой стресс из детства. Я бы хотела, правда, убрать его, эту фобию. Я не хочу бояться всех вот этих ползучих и гремучих тварей. Вот. А второе, я уже четыре года как холостая, свободная, счастливая девушка, и каждый раз, когда появляется на горизонте действительно достойный парень, у меня появляется страх серьезных отношений из-за того, что предыдущие закончились для меня достаточно больно. И я такая, ой-ой-ой, что сейчас серьезно? Нет, все. И, в общем, как только попахивает серьезными отношениями, я пропадаю из чатов, я перестаю выходить на связь, я теряю сама внутри себя интерес к этому человеку. И, в общем, как бы я самостоятельно отдаляюсь. Я такая, прости, сегодня на работе, завтра тоже, да, и через год тоже, да, я на работе, прости. Вот. Что бы из этого я хотела, ну, что сильнее для меня важно, не знаю. Почему-то мне хочется и то, и то. Можно по акции сразу два вопроса? Не знаю. Вы бы что мне больше помогли сделать, как вы думаете? Ну, про страх змей мне кажется, что больше работает, я работаю в гештальте, вот, про страх змей больше работает КПТ. Это что? Когнитивно-поведенческая терапия. Ну, погнали, сейчас, подождите, словарь возьму, так. Да, это, ну, другой метод, я в нем не работаю, хотя я с ним знакома, мне не очень это близко. Все, погнали, значит, что сейчас мы с вами закончим, все, я замуж выйду, вот это будет прикол. Замуж за шесть сессий будет мой новый оффер. Ну что, а что было бы интересно посмотреть вот в этой теме про ваши личные отношения, куда вы направляете свой фокус? Я, правда, не понимаю, как мне справиться с тем, что я только чувствую, что я не то, что даже влюбляюсь, что я сближаюсь с партнером, я все, ой, нет, у меня сразу появляется миллион дел, у меня нет времени свободного, когда у меня свободное время, я думаю, я хочу посвятить его себе, почему я должна его посвящать кому-то другому, вот, вот все, что я чувствую, но это, наверное, не ок, это явно какая-то проблема ввиду того, что предыдущие отношения очень сильно меня ранили. И как бы я, наверное, это сравнила, давайте представим, вот, есть, это явно какая-то такая проблема ненавижу, это слово, ну, в смысле ненавижу, ненавижу тоже ненавижу говорить, в общем, это не какая-то трудность, это вот представим, что у нас есть с вами кот, и вот он дома тут где-то взял и, ну, простите, насрал. И мы не убрали, а так вот прикрыли газеткой, и там уже все это засохло, уже вроде сильно и не пахнет, и газетка вроде прикрыла, и мы уже вроде как бы и привыкли, что оно там лежит, но мы же все равно возвращаемся к тому, что оно там лежит под газеткой, и вот я бы хотела вот эту часть убрать. Я не хочу бояться, не знаю, ну, вступать в отношения, а не просто жить, жить свою лучшую жизнь, холостую и разгульную. Как у вас с зависимостью? Страшно ли вам впасть в эмоциональную зависимость от человека? Да. Да. Есть в моей жизни сейчас один человек, я даже сегодня летела и думала, я летела с амулетом сегодня просто вот к вам летела из гор. И я, у меня однажды всего в жизни была паническая атака, я как раз и узнала, что это такое. И, кстати, это тоже было из-за этого человека, и это все связано с тем, что мое спокойное состояние, моя гармония внутренняя, она напрямую зависит от того, общаемся мы или нет, если мы не общаемся. И даже мысль о том, что мы не будем общаться, да, она заводит меня, ну, в плане, она меня беспокоит. Угу. Вот. Так бывает. Это зависимость. я не могу сказать, что я бы не хотела быть независимой от такого. Ну, то есть, я люблю этого человека, я просто переживаю, что, допустим, вот представим, мы поссорились, а я же к ней привыкла, то есть, я, получается, от нее завишу, если, ну, в общем, да. Угу. А чем, ну, вот вы говорите, что с подругой не страшно быть, ну, условно, зависимой, да, эмоциональной, и тут вы просто осознаете эту ценность и поддерживаете эти отношения. Да. А чем отличаются отношения с подругой? Личная и дружба? Не-не-не. И, ну, может быть, вы это имеете в виду, и отношения с потенциальным молодым человеком? Ну, вот, просто смотрите, какая история. Любовь подразумевает не только психологическую связь, но еще и физическую. А физическая связь, какая бы между вами ни была страсть, все равно рано или поздно это все начинает немножко наскучивать, как бы вы там не экспериментировали и так далее. Просто проходит. Это, ну, ненормально, чтобы у людей друг на друга капали слюны всю жизнь, да? Так. А любовь иногда подразумевает какую-то ревность, любовь подразумевает какой-то более высокий, что ли, уровень ответственности за свои действия. Дружба, мне кажется, что вот если она такая безусловная, искренняя, без какой-либо выгоды, без претензий, без ожиданий, без желания обидеться, я верю, что она навсегда. В любовь навсегда я не верю. В дружбу – да. Вот. Поэтому, вот. Поэтому я боюсь потерять друзей, но не боюсь снова выйти замуж и развестись. Я думаю, что у клиентки в целом есть особенности сближения, так их назовем, потому что, когда мы видим очень яркий такой фасад, когда она хохочет, смеется, кривляется, иронизирует, искрометно шутит, это только, ну, это какая-то неуязвимая часть. Это не про близость. Поэтому мне кажется, страх сближения, он не только про мужчин. Просто с женщинами он проходит быстрее, да, потому что женщинам от нее условно ничего не надо, никаких близких любовных отношений не получится. Вот. А с мужчинами там другая история. Но я думаю, что это такая генерализованная вещь. и если направить ее внимание в целом на то, как она сближается, то может оказаться, что там те же самые процессы. А когда вы произносите, ну, любовь не может быть навсегда, вы что при этом чувствуете? Ничего. Я просто для себя так это решила. Ну, то есть, я адекватно понимаю, что у каждого уже свое понимание, что такое любовь. Вот в моем понимании это чувство, которое проходит. Вот. В отличие от любви к другу. Вот. И все. А связь физическая, вот это все, это все вот так летит. Я замечаю за собой, что у меня как-то грустью отозвалось. Нет, я просто почему-то решила, знаете, такая драма уйти. На самом деле, я спокойно к этому абсолютно отношусь. Вот, да. Нет такого же, типа, любви не существует. Нет. Так, вы сейчас иронизируете. Да. Ну, я вообще в целом кривляка, я люблю так. Ну, это мой, я от этого заряжаюсь сама. Ага. Конечно, клиент непростой. Потому что, когда есть много зашучивания, иронии, каких-то таких актерских кривляний, то это всегда говорит об избегании контакта. Но в данном случае, когда мы друг друга не знали, не были знакомы, находимся в ситуации, когда нас снимают, это более чем естественно. Но приближало ли меня это к клиенту? Конечно, нет. Вот, это наоборот была некоторая трудность, и, ну, она есть не у всех людей, но вот было у данной конкретной клиентки. Я вообще, честно говоря, думала, интересно, да, что мы будем сегодня с этим делать, потому что можно, например, работать только с этим. Этого уже было достаточно для ее запроса про отношения, потому что это же снова создание дистанции, и клиентка мне показывала, как она создает дистанцию. Вот этими всеми шутками-прибаутками. С другой стороны, на это все равно нужна некоторая психологическая подготовка, чтобы сразу с места в карьер брать клиента за жабры и говорить там, что, посмотрим, как ты тут зашучиваешь, да, что с тобой происходит. Должна быть психологическая подготовка у клиента, чтобы он уже умел себя опознавать, умел себя замечать. Поэтому я приняла выжидательную позицию и смотрела, как разворачивается процесс. Короче, смотрите, у меня есть негативный опыт. Я такая думаю, так, окей, в паре мне не понравилось, потому что меня там раз, два, три обидели, предали еще что-то. Человек один пришел, значит, я же одна родилась, не вместе с мужем, с кем-то другим и так далее, не с парнем, не с любовником. Я одна родилась, я одна умру. И я в целом очень самодостаточный человек, мне очень комфортно в одиночестве, я люблю компанию, я люблю быть в центре внимания, и одна я тоже люблю быть, и в общем-то я тоже не понимаю, для чего мне надо вступать в отношения. Но с другой стороны, если мне нравится человек, и скорее всего, что я могу с ним что-то испытать хорошее, а я это не делаю, потому что мне, блин, страшно, потому что зачем мне на это тратить время, мне и так, я же одна пришла в этот мир. короче, это явно какой-то сдвиг по фазе после того, как у меня закончились серьезные отношения. Вы одна? Я хочу, вы понимаете, как мне кажется, что это же самое крутое, что может быть, всю свою жизнь развиваться, самосовершенствоваться в какой-то степени, пробовать новые, и вот попробовать заново поверить в отношения, это, ну, это как научиться играть в хороший какой-нибудь спорт, в шахматы, не знаю, там, в большой теннис, это саморазвитие. Вот поэтому я, наверное, хотела бы это сделать. Мне нравится, вам нравится, что я говорю, я вижу по глазам. Вам хочется, чтобы мне нравилось? Конечно, я люблю, я люблю, это нормально, ну, как бы это, из детства там в школе не дохвалили, поэтому теперь хвалим себя сами. Слушайте, я думаю, что можно мне вообще не отвечать, вы так сами все сделаете, сами все. Я так и живу, на самом деле. Вот есть две вещи, которые я не могу сделать одна. Поэтому вот сижу здесь в изумрудном кресле. Знаете, еще я на что обращаю внимание? Да. На то, что вы держите стакан, но не пьете. Ой, потому что у меня юбка, я пытаюсь прикрыть, я еще худею, сейчас давайте так, вообще легко. Когда я обратила внимание на то, что между нами есть стакан, это не значит, что вы должны его срочно убирать, что-то с ним делать. Это значит, что я вижу некоторый процесс, да, который появляется, но, может быть, вами не осознается. Я очень внимательно отношусь к дополнительным процессам, которые происходят с клиентом. Очень часто, например, это может быть вот такой процесс. Или когда человек в онлайне, он что-то рисует или перебирает руками ручку. Это значит, что часть энергии уходит на что-то другое, что есть неосознаваемая часть, которая происходит прямо здесь и сейчас, но которая тоже влияет. Потому что если этот процесс убрать, да, и попробовать его осознать, то появится в поле больше энергии, потому что часть энергии уходит на какие-то такие вещи. И когда Юля держала стакан, но не пила, для меня было очевидным, что это какой-то процесс. Да, например, что между нами стоит еще стакан. Да, это тогда снова про сближение и отдаление. Но я никогда не узнаю, что это было. Да, там, может, она правда, закрывала этим стаканом юбку, а потом как-то, да, перестала закрывать. Ну, может же быть такое, например. Ну, например. Вот. Но у меня так много любопытства исследовать мелкие процессы, неосознаваемые. Мне прям жаль. Но она и не могла остановиться. Она никогда не была в терапии. Клиенты не в терапии. Вот поступают именно так, как поступила Юля. Они такие, так, все, сейчас, все уберу, все, я готова. Но это и есть снова уход. Да, то есть, если бы мы как-то долго работали в терапии, я бы исследовала этот процесс. Какая часть из того, что вы рассказали про свои отношения, беспокоит вас больше всего? Наверное... Наверное... Наверное, я просто перестала доверять и верить и подпускать к себе очень близко новых людей. Ну, то есть, как бы, причем, опять же, дружить, общаться мне комфортно, потому что я могу там контролировать дистанцию. Здесь, ну, плюс страх, у меня есть сын, ему 6 лет, я его нежно очень люблю. Мы с ним очень крутые друзья. И мы... Я знаю, что если у меня появится мужчина, которого я готова буду интегрировать, я с ним обсужу, и он меня поймет и интегрирую его. Вот. Мне очень не хочется ранить его, и поэтому я не готова подпускать кого подряд, знаете, ну, вот для того, чтобы через год он к нему привяжется, а мы расстанемся. И, в общем, короче, вот это меня тоже парит. Вот. Поэтому, наверное, надо начать с того, чтобы начать доверять, хотя... Ну, в общем, короче, это не про ревность, там не про то, что ты где был, ты с кем переписываешься, мне вообще на это пофиг. Вот. Я верна была и буду всегда в отношениях и в дружеских, и в личных. Вот. Это как раз про то, чтобы меня опять, ну, тут не растормошили мне все. Доверия нет. Да, я два раза услышала, и я не могу пройти мимо этого. Да. Вы говорили о своих прошлых отношениях, и сначала вы это сделали в какашку, которую кот насрала, она засохла. Да, да, да. Мне показалось прикольно. Да. Сейчас вы говорили, что там меня предали, меня обманули, и эта тема как будто повторяется и повторяется во всем, что вы говорите про будущее отношения. Да, вы все время, ну, одним своим боком остаетесь в какой-то той ситуации. Ну, и тогда хочется сказать, да, что вы испытываете прямо здесь и сейчас, говоря о прошлом. Что я чувствую? Да. Да, в общем-то, спасибо. И все. Благодарность за все хорошее, наверное, обиду за все плохое. Но не обиды. Обижаются те, кто хотят обидеться. Я очень не обидчивый человек, я всегда могу понять что-то. Но здесь, наверное, даже спустя вот пятый год я в разводе, и я правда счастлива. Ну, нет такого, что я сижу и переживаю. Но, ну, мне больно. Всегда, когда вы вспоминаете свой какой-то неприятный опыт, не важно, что это, не знаю, там, если вы сломали руку когда-нибудь, да, либо, если вы разочаровались в каком-то человеке, всегда говорить о таких вещах сложно. Вот. И психотерапия отчасти для этого и существует, чтобы снизить градус этой сложности. Вот. Сегодня мне было сложно. Без слез, без ничего, но внутри меня каждый раз там как-то, ну, так чуть-чуть, короче, кошки скребли. Можете мне сказать, Лина, мне больно. Лина, мне больно. Когда вы это произносите, вы чувствуете? Грусть. Мне больно до сих пор. Да это навсегда будет. Ну, как можно? В любом случае, я же не сотру себе память. Просто может быть такое, ну, то есть, больно каждый день? Нет. Больно там, если не знаю, с подружками. Нет, только сейчас, когда вы это делали. Вот мы с вами говорим, вспоминая там какие-то определенные обстоятельства, я не хочу просто их там как-то проговаривать, но ну, мне больно, да. Я действительно, ну, мне неприятно. Так было. Больше не хочется, чтобы так было. Есть ощущение незавершенности прошлых отношений, несмотря на то, что они были много лет назад. По каким признакам я это вижу? Потому что она их подтягивает каждый раз, как только думает о потенциальных отношениях. С одной стороны, да, опыт не выкинешь. Да, если когда-то что-то произошло, то все время будешь думать, что, ну, теперь в моем опыте есть еще и такое. Но когда эти воспоминания болезненны, а по каким признакам я это замечала? По словам. Обидели, предали, там, ну, ну, метафора, да, с какашками. Это же уже говорит об эмоциональной заряженности. Когда эмоциональной заряженности нет, то остается такая, ну, какая-то может быть грусть. Ну, и это так сильно не фонит, но оно всплывало, как бы, каждый раз. Очень может быть, что она так фонит как раз из-за того, что она больше ни с каким мужчиной не проговаривала, как ей было раньше. А настоящая близость может случиться только после того, как ты открываешь, ну, какие-то части своего прошлого, которые были болезненные и неприятные. Поэтому, может быть, нам удастся протянуть, может быть, экспериментально, или она просто в своей жизни сможет так сделать, что она расскажет новому человеку о том, что происходило до этого. У меня есть для вас эксперимент. Давайте. О, я это обожаю. Стакан попью, сейчас попью и поставлю. Договор. Но нужно быть, я, знаете, ну, я замечаю, конечно же, вашу оживленность, вашу иронию, вашу смешливость где-то, безусловно, я все это вижу. Так. Но для этого эксперимента вам нужно быть внимательной, внимательной к тому, что будет происходить. Я вам предлагаю попробовать, я даже не знаю, как это, ведь мне надо вам так сказать, чтобы вы еще могли от этого отказаться. Короче, я хочу посмотреть, что с вами будет происходить на чувственном плане, когда к вам будет приближаться потенциальный партнер. О, ролевые игры, так. Попробуем? Давайте. нам нужно сейчас в этой студии, я вижу уже стул. Вот это ваш потенциальный мужчина. И вот вы находите здесь. Извините. Да, вы находите здесь, он вот здесь. Как дела? Что чувствуете? Ну, если это мужчина, который мне нравится? Очень нравится. Ну, мне хорошо. Попробуйте это больше почувствовать. Мне сразу тепло внутри. Я превращаюсь в такую чуть-чуть игривую. Так. Вот. Я рада его видеть. Ну, скажи, я рада видеть. А мне прям в стул говорит, я рада тебя видеть, любимый. Вот так? Ну, он уже любимый? Ну, да. Почему нет? Ладно. Ну, тут пока все нормально. Если он меня влечет, конечно, он мне нравится, значит, все, любимый. Посмотрим, насколько, но в целом. Да, и тут прямо себя отслеживаете, что, ой, хорошо. Я очень люблю такое. Так, я испытываю эмоцию, меня поднимается, гормон там, что у нас поднимается, когда мы влюблены. Ну, в общем, что-то там меня шарашит. Сейчас внимательно замечайте, да, он приближается к вам, и останавливается вот здесь. Так. Ну, я в юбке. Я довольна. Пусть еще подходит. подходит. А смотрите, что мы делаем? Мы хотим, он приближается, но мы что? Мы просто вечером в баре? Или подождите, или у нас что-то серьезное? что-то серьезное. А, что-то серьезное? Да. Ну, ладно, я тогда его рассматриваю здесь уже поближе, смотрю, что он делает, не ковыряет ли он в носу, а потом... Юль, что чувствуете? Вот он уже ближе, и это что-то серьезное. Мне уже страшно. Прям заметьте себя вот в этом. вот там было тепло, а сейчас я такая... Вернись туда. Ага. А заметьте сейчас свою позу, да, вы немножко наклоняетесь. Да, конечно. И прям вот так останьтесь. Да? Все. Да. Я долго не смогу, у меня все идет поясница. Ага, пока вот так. И прямо осознавайте, что вам страшно. Блин, как интересно. Да, я чувствую это. Ну все, я хочу уже сместить фокус внимания, и уже кто-то другой у меня должен быть. Да-да-да-да-да-да. Вот тут сейчас что-то важное происходит. Давайте попробуем внимательно. Прям вот этот страх, что произошло? Да, вот он чуть-чуть приблизился. Ну, нарушил мое личное пространство. Не знаю, давайте я могу объяснить. Не-не-не, пока не объясняйте. Это ваша сильная сторона объяснять. Да, я считаю про авиантюр. К сожалению, это не работает. Ну, это не решает тот вопрос, который у вас есть. Попробуйте просто почувствовать свой страх и показать его телом. я более скажу, ввиду того, что я такая достаточно впечатлительная мадам, я действительно представила, что здесь потенциально кто-то, кто. Вот. У меня даже, вот я чувствую, как у меня участился пульс. То есть, я почувствовала свое сердце в тот момент, когда вы такие подвигаете стульчики, говорят, что чувствуешь? А у меня как бы выглядел ваш страх? Вот так бы я бы сидела. Супер. Вот сядьте вот так сейчас. Так, сижу. Да-да-да. И прям почувствуете себя, свое состояние. У меня даже руки немножко, знаете, трястись начали. Да, я боюсь, представляете? А теперь попробуйте усилить руки. Именно вот тряску вот эту. Сделать ваше внутреннее внешним видимым. И просто осознавайте, да, вот насколько. Выбирайте темп, выбирайте амплитуду, диапазон. Давайте свернула себе кисть нечаянно просто. Додергалась. Так, ладно, я не отвлекаюсь, не шучу. Меня это успокаивает. Тряску успокаивает. Да, она меня успокоила. Я так подергала, закрыла глаза и успокоилась. Сейчас закрыла глаза, я уже не вижу, где там он сидит. Ага. Это похоже на то, что в жизни происходит. Да. Отвернулась, закрыла глаза, теперь его не существует. Да. И теперь я уже смотрю, например, на этот стул. Он далеко, и мне комфортно. Я думаю, так, ну ты, ты мне нравишься, ты хорошая мебель. Да. Вот это, мне кажется, какая-то очень важная часть. Что-то происходит в момент приближения, становится страшно, вы быстро успокаиваетесь, как будто трудно находиться даже в этом состоянии. Я терпеть этого не могу. какое-то непереносимое. когда мне плохо вообще. И я вижу, как вы быстро переключились, и вот и снова не страшно. Да, туда уже не смотрю. Я не смотрю, да. Туда смотрю. Но очень интересно, что же произошло. Да, во-первых, что произошло, что стало страшно. Физически понятно, он начал приближаться. Но чем это вас напугало? Я не хочу, чтобы меня насрали на мою клумбу. Понимаете, у меня там цветы растут, а он туда придет и наложит там кучу. А если без метафоры больше про вас, я не хочу, чтобы он что? Обидел меня? Можете ему сказать? Я не хочу, чтобы ты меня обидел. Стоп. И прямо сейчас что-то произошло. Что вы почувствовали? Знаешь, можно мы на вы, на ты? Мы не договорились. Но мы можем договориться. Давай на ты. Давай, конечно. Как будто бы уже я готова на ты. Я очень люблю на вы общаться с людьми, это воспитание. Но вот уже как будто бы, знаешь, я ему сейчас скажу, что я не хочу, чтобы ты меня обидел. Но это значит не что, поэтому приближайся ближе. А это значит, что, прости, пожалуйста, вот это наша максимальная дистанция. Я не хочу, чтобы ты меня обидел, поэтому, извини, у меня новый стул. Смотри, какая штука произошла. Просто мэджик. Да. Когда ты боишься, ты развернута, у тебя завернуты плечи вовнутрь, ты держишься за стул. Да, конечно. Первое. Но как только ты развернулась, да, поза изменилась. Сменилась. Что-то произошло снова. Кажется, уже страх на что-то другое сменился. Вот на что? Вот прям себя вот в этой позе почувствуй. Да, ну, мне уже не страшно. Я уже уверена. Я уже понимаю, что он тоже понимает, к чему все идет. И поэтому я такая... Юль, а что за чувства? А как его описать? Не знаю, пока попробуй не думать, а чувствовать его. Поставь снова руку. Уверенность. Вот эта поза, поза уверенности, это не что иное, как маскировка страха. То есть, это не выражение страха, да, это не страх, как он проявляется. Это то, что его маскирует. То, что не дает показать потенциальному партнеру, как я на самом деле себя чувствую. Потому что сказать это сблизится. То есть, она все время попадает в один и тот же процесс. Смотри, а как будто важно, чтобы он не знал, что тебе страшно. Важно не показать. А, в смысле, что ты думаешь, что я вместо того, чтобы сказать, слушай, мне страшно, я такая сама со своим страхом поборолась и такая уже вернулась. Я сама со всем разобралась. Да, про это речь? Ну, кстати. Ну, речь про то, что ты чувствовала страх, а ты повернулась к нему бесстрашно. Да? Эй, пока. Да? Это было что-то другое. Ну, и как будто важно свой страх не показывать. Ну, да. Ну, да. Я не люблю, не люблю. Ну, это черта характера. Я очень упорный человек. Вот. Вот. И одно из, скажем так, составляющих упорства, это не проявлять и не показывать свою слабость. Это спортивная тема, там очень часто работает. Вот. Я до последнего буду сама справляться с собой и здесь держать спину ровно, а плечи широко. Я вижу, да, я вижу. Ты это демонстрируешь на протяжении, в общем-то, да, всей сессии. Правда, это вызывает много восхищения. И есть вторая часть. Да? Вторая часть, которой страшно. Да. Такой ребеночек. Ой. Ку-ку. Ты сказала, ребеночек. Да? Это что-то, какая-то детская часть. Не, ну да. Дети, они же самые настоящие, самые искренние. Вот оно там, если это пропадает, человек становится слишком черно-белый. Наверное. Рискну, задам вопрос. Твой бывший муж задел твою детскую часть? Ну, искреннюю самую, да? Да, да, да. Так бывает, господи, слава богу, хоть не бил. Ну, женщины, если вас бьют, не смейте это терпеть. Ни в коем случае. Извините, я всегда... Женщина, давайте вернемся. Да. К нашей, да, к нашей работе. Да. Вот. И смотри, как интересно, да, как только мы заговорили про вот эту детскую часть, про ребеночка, ты сразу зашутила, ушла. Вот вы это, женщины, не смейте, да? Ну, то есть, как будто и меня страшно туда. Наивная доброта, я так это называю. Расскажи еще больше про своего вот этого ребенка внутреннего. Внутреннюю девочку. Ой, это сейчас придется про себя рассказывать. Не знаю. Ну, какая она? Я, ну, вот эта часть меня замечает маленькие детали. Смеется. Вот. Верит в то, что злым людям тяжело жить. Поэтому нельзя ни в коем случае в себе развивать какую-то агрессию или зло. Надо искренне любить. Если любить, то любить. Если иметь какую-то позицию, то она должна быть спойшись. А в любовь навсегда она верит? Да. Да? Угу. Конечно. Но я не уверена, что это в любовь типа между гендерами. В любовь в принципе. В любовь. В нежность, в заботу. Такое в идеальный мир. Я правда в него верю до сих пор? Скажи, пожалуйста, а когда вот мужчина приближается, то кто боится? Это детская часть или твоя взрослая часть? Не знаю. Блин, вау, как интересно. Я даже никогда с этой стороны не смотрела. Я не знаю. Давай подумаем. Да. Ребенок в том числе. Ребенок. Угу. Ну, мне кажется, это такое типа 50-50. взрослый боится, ребенок боится. Вся там семейка сидит. Ой. А можете посидеть? Ой. Покажи мне, как вы сидите вдвоем. Ага. Ага. И что вы туда говорите? Ну-ка, не надо здесь. Блин, такое ощущение необычное. Я так никогда не играла в такие игры. В общем, я просто волнуюсь. Ну, как не волнуюсь, я удивляюсь сейчас тому, что происходит. Потому что мы с тобой сидим перед камерами. И я делюсь тем, что я чувствую. И мы принимаем какие-то такие меры, какие-то приемчики тестируем. И меня это немножко так впечатляет, что ли. Не знаю, по-хорошему. Но впечатляет, но и чуть-чуть пугает, что я так тут вот сижу и это делаю. Мне очень как будто бы страшненько. Слушай, так здорово, что ты про это говоришь. Это очень важно. Спасибо. Потому что ты опознаешь свое чувство и говоришь еще и мне про него. Это как раз и есть процесс психотерапии. Это оно? Вот как это работает. Боже мой. Психолог здесь как будто берет человека за руку и говорит, я с тобой, давай вместе посмотрим на твою боль. Давай вместе посмотрим на место, где ты чувствуешь себя уязвимым. И таким образом становится легче, потому что приятно же чувствовать поддержку, приятно чувствовать рядом плечо профессионала, на которого ты можешь положиться. Именно поэтому люди с помощью психолога готовы приближаться к тому, от чего они сами убегают. И давай. Да. И вот вы сидите. Да. И мы говорим, не надо нас, пожалуйста, тут пугать. Смотри, как интересно. Когда присоединилась детская часть, ты сказала, не надо, пожалуйста, нас тут пугать. Да. Пока ты ее не замечала, это было, да? Мой мальчик свободен. Ага. А теперь не надо нас пугать. Смотри, если ты в контакте с этой детской частью, что-то меняется. Да. И это совсем разные послания. Из своей взрослой части ты говоришь. Типа рациональной, да? Да, ты уже свободен, я выбираю себе новый ступ. Да, из детской части какое-то другое послание. Да, так и есть. Но оно такое, более наивное какое-то, искреннее. без попыток условно в каком-то свете быть, а просто искренне. Типа, я боюсь, я не хочу, чтобы меня обидели. Точно, точно. И у этой, у этого послания нет сигнала уходи. Да. Здесь больше, наверное, послание, что поговори со мной, пообещай мне. Точно. Что я тебя не обижу и ты меня не обидишь. Если вдруг будут поводы, мы просто друг другу скажем и все, но мы не будем друг друга ранить. А ты можешь туда это сказать и заметить, с каким чувством ты это говоришь? Не всем я могу это сказать. Вот этому. Этому можешь или нет? Не получается. А с каким чувством? Знаешь, я сразу у меня так, вот мы с тобой разговаривали, у меня было светло и тепло, а сейчас мне надо сказать, что я, короче, как будто бы я ответственность какую-то на человека вешаю. Я так не хочу. Что это за чувства, Юля? Объясню. Мне сразу, ну, чуть-чуть тоскливо. Я не хочу говорить. Мне хочется, чтобы это кто-то чувствовал, так же, как и я, и все. И мы без слов друг друга поняли. Хочу, чтобы он понимал меня без слов. Ну, типа. Слушай, так он без слов к тебе махом приблизится вот так, вот так тебя схватит и все. Ты же не говоришь ему там как-то это, да? Там не расставляешься, как тебе хочется, как не хочется. У тебя, похоже, есть вот эта линия, а другой нет. И что же делать? Разговаривать? Я так не хочу. Вот. Прямо сейчас я прошу тебя осознать свое чувство, когда я прошу тебя поговорить. вот я чувствую, что а вдруг у нас не совпадает? Ага. Или там у нас разные как бы это, наверное, описать так, чтобы четко понятно было. Короче, я не хочу никого грузить. Мне комфортнее не подпускать к себе человека, не грузить его тем, что я за что-то там переживаю, и жить себе самостоятельно прекрасно. Да, но это и есть твоя проблема. Да. Вот мы и пришли к этому. Я все-таки хочу узнать, что ты чувствуешь. Как это описать? Мне было сложно понять, что от меня хочет Лина. Мне было сложно понять, как ей объяснить, что я чувствую. Ну, как бы, то есть эмпатию от нее я сразу как бы считала. Она действительно вот какие-то мои даже микроэмоции, она их чувствовала вместе со мной. Но перестать быть условно телеведущей в кадре и остаться просто Юлией Коваль, которая искренне без отшучиваний что-то объясняет и доносит, вот мне это было, мне сложно было. Но я это сделала. Так что имейте ввиду. Все по-честному пока что. Попробуй мне телом показать позой, что, ну, какая поза, когда я прошу тебя с ним поговорить. Прям еще делай, прям утрированно. Ага. Вот так, типа. И прям телом еще. Прям делай сильнее, чем бы ты делала в реальности, чтобы ты сама себя почувствовала. Вот так. И осознавай себя в этой позе. Какая ты там. когда я гиперболизирую вот это чувство и задерживаюсь в нем, то есть там вот как было с руками, и сейчас я села чуть-чуть так. Я опять как будто бы прожила вот этот страх или, не знаю, что я чувствовала. Я чувствовала, блин, а. Ага. Есть такое чувство? Блин, а. Да, ну, похоже на страх. Да, вот. И теперь уже мне не так страшно. Но я как будто бы опять убежала чуть-чуть, знаешь. Типа я взяла такая, побоялась, и уже как будто бы, ну, я не готова возвращаться к диалогу, потому что побоялась. А у меня ощущение, что я опять убежала, я опять такая, все, и побежала дальше. На какое чувство похоже, когда ты убегаешь? Когда я убегаю, все, я счастливая. Я такая, не, не, а вот этот за секунду до, как ты побежала, ты же из какого-то чувства убегаешь. Что за чувства? Мы опять скажем слово на букву С. Ну, если у тебя что-то другое, со стороны выглядит как страх. Это он, да. Получается, что... То есть, это не недоверие, ничего. Мне страшно. Я такой был... Огонь, огонь. Смотри, получается, что мы сейчас с тобой в точке, где тебе как приближается страшно, говорить что-то сюда тоже страшно, как будто много страха. про отношения. Так и есть. И у нас с тобой три минуты. Блин, я не хочу. Давайте продлевать. А можно продлить? Да, да. Потому что какая-то вот такая у нас на сегодня с тобой. Слушай, ну, кстати, можно скажу прощение про свои? Конечно. Я никогда не анализировала. То есть, ну, как бы я не анализировала вот реально чувства и ощущения. Я теперь поняла, про что ты говоришь. Я анализировала причины. Я анализировала поводы какие-то, ну, то есть, какие-то свои поступки. Но вот туда я не забиралась. И вот сегодня это вау, как интересно экспериментировать вот так. То есть, знаешь, как я, это такой у меня рюкзак, там с кучей всего, и мы такие, ну, давай посмотрим. И мы не так, не в целом бухта-барахта, а мы такие, о, смотрите, как здесь у нас есть. В общем, это прикольно. Мне никогда, я раньше так не делала с собой. Это прикол. Слушай, я так радуюсь, потому что ты описываешь ровно то, что мы делаем. Реально? То, что я хотела тебе показать, как это работает. И мне хотелось быть очень внимательной и бережной, да, к тому, что там в твоем рюкзаке. Вот смотри, что у тебя, как ты к этому относишься, что ты чувствуешь. Ну да. Круто, что ты смогла это именно прочувствовать. Вот реально прочувствовать. Меня впечатлило то, что Лина смогла меня погрузить в эмоции. И что для меня стало открытием, что если мы их как-то сильно, сильнее, чем обычно переживаем, то как будто бы что-то, решается какая-то задача. То есть я вот, когда там мне было страшно, я там руками вот потрясла. Я реально до сих пор, я как будто бы вот перебоялась в ускоренном таком формате. Типа такая тррррр, хоп, и все. Вот. Если бы я бы так не сделала, то я бы дольше, скажем так, проживала эту эмоцию. В общем, для меня это какой-то новый опыт и прикольный эксперимент. Вот это меня впечатлило. У меня есть для тебя задание, которое можно не делать. Так. Оно на чувство. До нашей следующей встречи замечай свои чувства по отношению к мужчинам, которые тебе нравятся. Например, твоя задача опознавать... Я сегодня с тебя еду на свидание как раз. Твоя задача опознавать свой страх. Как только ты чувствуешь вот это и вот это или вот это, это же все равно он. Ты должна будешь наблюдать за тем, что тебе хочется из него сделать. Свалить, зашутить, хохотать, да просто замечать, как ты обходишься со своим страхом. Хорошо. Или там может дерзить тебе захочется. Ну и так далее. Не знаю. Не отвечать на смс. Да, я... Хорошо, я обещаю. Ну мне самой интересно. Это же у нас с тобой общая задача. Это правда. Вот, поэтому я поанализирую. Вот сегодня поеду вечером и проанализирую. Супер. Я не знаю, мне кажется, что я даже сейчас еду и еще анализирую, как мне все то, что происходило. Мне было комфортно. Вот для первого раза, я думаю, что все прошло даже супер хорошо. Даже подозрительно хорошо. Хотя, почему подозрительно? Если люди открыты друг к другу, это супер. В общем, я довольна. И, наверное, это шаг к тому, чтобы открыться полностью. Ну что, все будем останавливаться? Останавливаться? Спасибо. Я уже соскучилась. Жду встречи. Если бы это была длительная работа, то я бы исследовала, что происходит между нами с клиенткой. Я бы исследовала, как мы приближаемся, отдаляемся, как это влияет, да как она сближается, как ей, когда я приближаюсь. Но пока это такая ситуация, в которой мы находимся, я думаю, мы можем идти через эксперимент. Они хорошо на Юле работают, она себя осознает, она может в это погрузиться. Поэтому мне кажется, что мы будем идти в тему близости через различные эксперименты. Продолжение следует...